привет не очень давно мне подарили вот такой нож карта если же спасибо за такой вот подарочек непонятно правда мне что это за страна в которой он сделан вот но имеет такой чехольчик по типу кожа с виду на самом деле это конечно же такой резиновый материал синтетический значит и вот такой вот соответственно нож карта что он из себя представляет значит многофункциональный такой видите карман инструмент вот в нем с одной стороны перечислено что что он может этот инструмент но с другой стороны вот такие вот моменты что для чего соответственно сделано я думаю что вы все сами сразу же можете увидеть и понять что здесь имеется вот такая вот пила пила на самом деле относительно такая злая но она очень компактно по своим размерам вообще общая длина всего этого инструмента не дотягивает даже до 70 миллиметров а ширина даже до 45 соответственно это вот длина пилы как видите 40 миллиметров то есть это очень все компактно длина длиночка здесь даже 3 сантиметров не дотягивает то есть это якобы такой клиночек который можно использовать для того чтобы что-то разрезать ну с учетом того какой у него угол то даже не знаю но что-то разрезать им конечно можно упаковку какую-то вскрыть вот этим островатым углом также можно в принципе достаточно легко открыть консервную банку при необходимости можно открыть бутылку в качестве открывашки для бутылки его использовать подпилить я же говорю то есть что-то такое ну очень миниатюрное но мне кажется просто веточки столь малого размера их проще сломать чем как бы пилить но может быть для кого-то это будет актуально этот инструмент я так и не понял какой-то вот такой вот ключ это инструмент под номером 7 вот баттерфляй венч какой-то ну в общем честно я не знаю что это за такой вот бабочкин ключ вот но как бы сам факт есть он и есть это понятно что мы можем сюда вставить подобрать под различные гайки и соответственно их открутить здесь под меньшего размера здесь несколько большего это тоже не совсем понятная вещь то есть такое направление определить насколько градусов чего куда но тоже как бы специфически это отверстие для того чтобы подвесить сюда какой-нибудь кольцо на ключи например чтобы в качестве брелка подвесить и зарвать себе штаны вот этим вот острым острыми гранями значит здесь есть отвертка который вот так можно вот соответственно крутить но куда-то в узкое место не подлезете но что-то подкрутить вполне возможно и есть небольшая линеечка в общем и целом я бы сказал что с одной стороны некоторые инструменты могут пригодиться в быту и по жизни но с другой стороны честно вам сказать я ну трудно себе даже вспомнить чтобы последний раз на принял какой-то вот из таких вот откручивания гаек или вот такой маленькой пилочкой чтобы подпиливал но открывашку для бутылок еще более менее да или вот для каких-то консервных банок я понимаю и того я бы сказал что в качестве такого скромного кого-то подарка это вещь вполне может себе пригодиться и по большому счету не так уж она и плоха а вот касательно чего-то более такого вот серьезного специально приобретать ее для того чтобы специально где-то использовать я бы не сказал что этого стоит тот же самый знаменитейший карт шарп который вот как-то так раскрутили в интернете я носил его честно там в районе года как бы не больше уже не помню когда он у меня появился но долгое время я его носил с собой в портмоне он у меня так так и пролежал в портмоне незамеченным мною и не использованным наверное просто ни разу за все время потому что имея полноценный нож пользоваться таким не будешь да и честно говоря когда нож нужен просто забываешь о том что у есть такая такая вещь которую ты пользуешься крайне редко то есть вот использование совершенно никакого нет штучка интересная но так по-своему знаете при прикольно но практического применения этим вещичкам ну абсолютно никакого я не нахожу честно вот никакого применения сейчас весы по нуля будут 25 грамм веса вместе с чехлом 29 грамм в общем и целом получается что такая вот по большому счету нужная и ненужная вещь даже вот с большей длиной горю карт шарп я не оценил единственное что когда ездил на отдых летал даже в самолете точнее да и у меня остался портмоне вот этот карт шарп я реально про него забыл реально никто портмоне у меня не вытряхивал самолете да я соответственно его совершенно свободно про провелся самолете потом обратно прилетел потом через спустя несколько месяцев обнаружил что мне так лежал портмоне думаю вот блин наверное в аэропорту могли бы докопаться если бы увидели вот ну как бы единственный плюс что и про него забываешь не обременительно не мешает это плюс и вот таких инструментов но когда он нужен потом тоже забываешь о том что у тебя есть и используешь что-нибудь другое вот такой вот момент спасибо за просмотр пока